Магаданская область впервые получила вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную специально для детей в возрасте от 12 до 17 лет. По словам специалистов, особенных противопоказаний для вакцинации детей нет. Перед проведением вакцинации деток всех осматривает врач-педиатр, мы заполняем анкету, проводим термометрию, проводим осмотр, заполняем необходимые документы и детки проходят в процедурный кабинет, где непосредственно будет проведена вакцинация. В медицинское учреждение поступило 240 доз вакцины. Первыми получили вакцину школьники. Так, школьница Елизавета пришла на вакцинацию с отцом. Девочка считает, что прививка поможет обезопасить ее и окружающих от распространения вируса. Это же для моей безопасности и безопасности всех вокруг, поэтому почему бы и нет. Это не больно, не страшно, поэтому и не сложно. Отец девочки поделился, что решение о вакцинации было принято очень тяжело. Призываю всех родителей не бояться. Да, я понимаю, что это наши дети, что страшно, что кто-то думает, что неизведанный препарат и неизвестно, какие последствия от него будут. Но я уверен, что все будет хорошо, что мой ребенок будет жив, самое главное, и здоров. Также в поликлинике были открыты дополнительные прививочные кабинеты, чтобы не создавались большие очереди из желающих вакцинироваться. Любовь Голимбевская, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана. В Нагаево или Гертнера? Если в бухте Гертнера, то где именно? Место проведения вторых рыбацких соревнований по подлёдному лову Корюшки и Наваги. Клёвая Колыма определит рабочая группа правительства Магаданской области на этой неделе. Как раз рыбаки сейчас предлагают также в бухту Гертне рассматривать, но несколько изменить локацию. То есть это будет где-то между Монахом и, соответственно, кедровым ключом. Место также довольно-таки безопасное, небольшие глубины, хорошее промерзание льда, которое позволит действительно нормально провести с точки зрения безопасности. Ну и место, наверное, более уловистое, что, конечно, для рыбаков это будет основопомогающим фактом. От рыбаков поступают предложения по локации в бухте Нагаева, напротив парка Маяк. Там есть съезд на лёд, большая парковка, рекреационная инфраструктура нового парка. Но пока на обсуждениях на рабочей группе перевешивает бухта Гертнера. Клёвая колыма в этом году обязательно будет. Она пройдёт в марте месяце, я думаю, в середине. Сейчас как раз идут организационные мероприятия, как лучше. Все ошибки прошлого года постараемся учесть. Всё будет хорошо. Губернатор за, ему понравился результат прошлого года, хотя это всё было в торопях, но и людям понравилось главное. Будут опять хорошие подарки, большие призы. Я думаю, мотособака будет всё-таки. Ну, ещё что-нибудь. Не только рыболовный фестиваль. Это планируется как целый праздник для всего города, потому что людей туда приезжает очень много. Я думаю, всё-таки это будет основная часть в районе Дугчи и на бухте Гертнера мероприятие по соревнованиям. Успешный опыт запуска в Магадане такого массового фестиваля, как Клёвая колыма, многих подводит к мысли об организованном продвижении этого события, как новой зимней фишки региона для туристов. Естественно, это должно стать очередной точкой притяжения в город. Напомню, что подобного рода мероприятия, ну, правда, надо сказать, более масштабные и более продолжительные уже по времени, то есть в этом году будет 11-е соревнование, проходит на Сахалине. Вот, мы хотим сделать в Магадане не хуже, чем на Сахалине, и чтобы в Магадан тоже хотелось приехать и хотелось бы участвовать в этих мероприятиях. По словам Андрея Таболина, сейчас у рыбацкого фестиваля только два препятствия. Погода в момент его проведения, которая может сдвинуть конкретные даты соревнований. И пандемия с новым омикроном, ожидаемый на Колыме уже со дня на день. В северо-восточном государственном университете отметили День студента. Александра Фоменкова учится на пятом курсе филологического факультета по направлению иностранной языки. Девушка решила связать свою жизнь с китайским и японским языками, поскольку с детства увлекалась азиатской культурой. Александра активно занимается и внеучебной деятельностью. Студентка вместе с другими коллегами по цеху открыла концерт танцевальным номером. Самое главное это знать, почему ты это делаешь, выявить для себя цель и идти к ней. Я, конечно, хочу поздравить всех студентов, новоиспеченных и уже взрослых, старшие курсы, как я. Хочу пожелать им терпения, старания и, конечно же, наслаждения. Студенты СФГУ – люди активные, они и танцуют, и поют, становятся волонтерами. За время пандемии многие учащиеся присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». И все это при отличной успеваемости. Поблагодарить и поздравить студентов приехали первые лица города и области. Я вас поздравляю с вашим праздником и желаю вам хорошей учебы, творчества, настроения, ну и любви. В праздничный день студенты показали для зрителей творческие номера. По традиции лучший студент СФГУ-2020 передал древо – символ своему преемнику. В этот раз победу одержал Александра Фоменкова. Исполняющая обязанности ректора Татьяна Брачун отметила, что решение было единогласным. Елизавета Сипайлова, Александр Фещенко. Магаданское время. Абонент временно недоступен. Перезвоните. Перезвоните. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кул'a